Ребят, всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, пришло время на пиратов. Канал «Пиратская жизнь». Посмотрела я несколько видосов пиратов. И знаете, ребят, вот даже обзор писать абсолютно не ищего. Потому что, слушайте, наверное, если бы не было ливня, то пиратка не знала бы уже о чём говорить. А так ей как раз-таки надо благодарить природу, что полил дождь, и целый день можно было обсуждать как раз-таки эту времянку, которую затопило. Ну, реально, ребят, ну такой какой-то трындец. Ну, неужели совсем уже не о чем поговорить? Ну, такую фигню несла. Затопила, затопила. Какой дождь, ужас, пыль, грязь. Носится с этим носовым платком. Надо было во всех местах подтереть после того, как она там подтирала и собирала воду. Короче, ребят, ну правда ни о чём. Я даже не хотела записывать обзор, потому что вот реально не ищего. Открывала эту дверь. Ставила эту камеру, чтобы якобы позвонить, постучать соседям, чтобы заснять ещё, что соседи скажут. Но чего-то пошло не так, и что-то пошло не то. Эту дверь то откроет, то закроет. Ой, капец. Ой, этот председатель. А надо звонить. А звонила. А говорил то. А говорил это. Ой, а соседи звонили. Второй видеоролик, главное, всё перепутала. Это, наверное, с бодунищей или по пьяни выкладывала. Говорит, ой, я всё засняла. Я всё засняла, только выйдет видеоролик в 12 или в час. В общем, позже. А видеоролик уже давным-давно вышел, где она носилась и бегала, ляпала этими дверями. Туда-сюда, туда-сюда. Слушайте, ну не её же затопили. Затопила времянку, но поставила-то эти вёдра и забудь. Ну, захотела там повозмущаться, открыла, показала и забыла. Занимайся хрючевом уже своим, бодяж, жри. Но поговорить не о чем. Не случись, ливня. Она и не знала бы, что плести. Какую-то фигню плетёт кривенка, где ты там, забери меня. Кому ты нужна, пиратка, кривенка тебя не прокормит? Кому ты вообще нужна, кроме своего фуфлика? Это ему ты нужна, как воздух. Потому что без тебя ему жрать будет нечего. Поэтому и держится за тебя. Кстати, кто-то там написал по поводу их постельного, что там прям как будто размазано чем-то жёлтым. Не знаю, ребят, может, это расцветка такая. Хотя вот когда был стрим, как раз-таки такое тоже жёлтое пятно было. И ни к селу, ни к городу, ни туда, ни сюда. И такое чувство, что они правда чем-то там истекают, что у них там всё такое жёлтое. Поэтому она потом то порошок, то отбеливатель, короче, заливает в эту машинку всё подряд, лишь бы хоть как-то отстирать эти простыни и пододеяльники. Ой, короче, ребят, провизжала она, считай, три видеоролика. И ругалась куда-то, звонила по сто раз. И бубнела, и в окно выглядывала. А ливень идёт, а на стройку там прям наверха лезут. И что-то прям там не боятся. Вот не о чем, не о чем поговорить. Нечем уже похвастаться. Оказывается, ливень, это уже у пиратки стало чёрной полосой. Я уж подумала, там что-то случилось. Думаю, может, Фофа надундурил в кровать или набумборил. Нет, оказывается, чутка водички во времянке, да ещё и на лестничной площадке полилось. И такая истерика на целый день. Короче, ребят, честно, ну просто ни о чём. Но ей так хотелось поснимать соседей. Так хотелось, что дрыгала с этой камерой, носилась. И не стыдно было идти стучать к соседям без лифчика. С этими бидонами отвисшими. Вот и не стыдно показываться перед соседями в таком виде. Нет, ну понятное дело, она на такую огромную аудиторию трясёт ими. Какой тут стыд. Ну вот тут, понимаете, она, видимо, думает, виртуальные смотрят. Да, а тут к реальным попёрлась. Хотя вот таких людей всячески отсутствует. Стыд, что на виртуальное, что на реальное. Ей плевать, как она выглядит. Короче, дальше мог банк. Я думала и тут заткнуться. Тут уже будут жрать и обсуждать что-нибудь другое. Нет. И здесь опять же этот потоп. Прям такой потоп, что дом поплыл. Ребят, кто-то там ещё написал им в комментах, не собираются ли они подумать о покупке квартиры. Такой смех взял. Какая квартира? Какую квартиру им покупать? Они вон стонут и не знают, как сейчас жить. Такая жизнь тяжёлая. И машина в кредит. Ну, в кредит это точно, потому что залог там. И, в общем, всё это было уже пробито в интернете, да. Но жрать-то охота хорошо. Тут уже не стоит вопрос про одежду, ремонт, а про жратву. Какая квартира? Да кто им даст ипотеку? Никто им не даст кредит, потому что люди, которые работают, и то не всегда могут им одобрить. А тут прям про пиратов. Какая квартира? Ежели только что-то там надурят, намутят Фовкину семейку. Но, думаю, там не дураки, чтобы как-то стелиться под пиратку и прям отдавать ей имущество. Короче, и про машину скулила. Ой, сто раз повторила, что... Ой, как я рада, что у нас машина на парковке. Как я рада! Так и хотелось сказать. Нин, ну не обосцись от радости. И, слушайте, это столько радости, что машина на парковке, что её что, волной дождевой смоет или что? Ну, стоят машины не на парковке и ничего. Прям эта машина, да, как будто её только натирать тряпочкой и на мойку гонять. Ну, сегодня, наверное, покровка и спар у них отменяется. Хотя, кто знает, кто знает, это Нина нам показала ужасный ливень. А на самом деле там, по-моему, не так долго и палил тот дождь, и успокоился Фов, а даже время назвал, во сколько закончился. Но, думаю, что до завтрашнего дня будут обсуждать только исключительно ливень. Во им повезло, да? Не было темы, и тут тема прям как раз-таки от природы к ним залетела. А так бы, о чём бы говорили, говорить уже не о чем. Похвастаться не о чем. Теперь остаётся хвастаться вёдрами, тряпочкой, которую она там натирала, вытирала, вымывала, и вёдрами. Что прям оказалась спасательницей, вышла с этими вёдрами. И ей как будто до всего прям дело есть. Ну да, дело есть как раз-таки, чтобы контент записать. А вот показала бы и правда, да, как она там на кого-то кричала и с кем-то ругалась и возмущалась. А она не покажет, потому что она рот боится открыть. А нам тут распинается, что прям она там такая прям скандалистка, прям сварливая бабка. А сама молчит и боится рот открыть. Это она на камеру такая смелая. А на самом деле ещё та сыкуха. В общем, ребят, ни о чём. Ну серьёзно, не было бы ливня, не знала бы пиратка о чём уже вещать. В общем, мои хорошие, пишите, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Хорошего вам всем настроения, позитивных эмоций. Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Обнимаю вас всех. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok